Шинник начал трехматчевый домашний разбор полетов с соперниками по первенству России. Первым из них в понедельник стал Тульский Арсенал, совершивший камбэк из премьер-лиги ФНЛ. Чем закончилось противостояние черно-синих с канонирами, знает мой коллега Евгений Полковников. Арсенал из Тула не просто крепкий орешек. Если бы перед матчем с Шинником он не был разгромлен газовиком, гости прибыли бы в Ярославль лидером турнира. А так хозяева пошли вперед с открытым забралом. Дважды в начале Шинник, хорошо действуя на флангах, мог забить. Увы, это не удалось. Канониры почуяли, что так дело для них кончится плохо и ответили на классе. Точнее, на мастерстве игроков. Берхамов не сильным обводящим ударом открыл счет на 13-й минуте. Тульский футбол идет, и первый мяч оказывается в воротах Александра Малышева. Получив голевую фору, Арсенал стал накручивать ее и в контроле мяча. И когда это ему удалось, Шинник стал действовать обдуманней в попытках реализации опасных моментов. Создал он их прилично. Мязин попал в крестовину, затем Буля в стойку со штрафного. А уж то, как Денисов спас канониров от удара в створ, можно считать чудом. Однако почти сразу ошибся Малышев, выход которого из ворот к линии штрафной привел ко второму голу в ворота Шинника, забитом опять же на классе. Верхамов опасный заброс вперед, выходит Александр Малышев, пас, ворота пустые, и вы сами все видите. Ну а дальше для гостей все было делом техники. Увы, это вышло, и что обидно для Шинника, результативно. Калешин после подачи углового увеличил счет до разгромного. Ну а Дудалев своим голом вообще нокаутировал черно-синих. Арсенал выиграл 4-0 и увез в Тулу победные очки. Справедливости ради надо сказать, что три из четырех пропущенных голов Шинник привез себе сам. Канониры лишь не дали промашек. Теперь у Шинника меньше недели на тайм-аут и работу над ошибками. Уже в воскресенье он примет Тосна из Ленинградской области. Евгений Полковников.